МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация с коронавирусом в России улучшается. На протяжении последних дней прирост заболевших составляет 0,7%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина. С учетом сегодняшней эпидситуации, нами принято решение новый учебный год в школах начинать, как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты. 92% вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, а остальные с 14 сентября. В случае необходимости начало нового учебного года могут перенести не более чем на 2 месяца. Во всех высших учебных заведениях обеспечат проведение термометрии и контроль за здоровьем студентов. Также речь зашла и о производстве вакцины от коронавируса. С самого начала развития пандемии наши ведущие научные центры начали работу по созданию вакцин. Клиническая часть испытаний по одной из них уже завершена. Сейчас идет подготовка документов для экспертизы. Предприятия готовятся к тиражированию и производству уже массовой вакцины. Мы планируем, что сентябрь-октябрь – это те месяцы, когда начнет увеличиться объем и поступление. Еще одна вакцина, разработанная научным центром «Вектор», получила разрешение на клинические испытания, и сегодня они проводятся. Также в ближайшее время мы ожидаем еще не менее двух вакцин, которые должны зайти на получение разрешения на клинические испытания. Также в этом году к нам могут прийти новые штаммы гриппа, которыми мы еще не прививались. Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне, заявила на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всего в России по состоянию на 30 июля зарегистрировано 834,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выявили 5509 новых больных. Всего выздоровели почти 630 тысяч россиян. Жертвами болезни стали 13 802 жители нашей страны. Еще 158 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области. Таким образом, по состоянию на 30 июля в регионе заболевания было подтверждено более чем у 23,5 тысяч человек. Из них около 3000 пациентов проходят лечение амбулаторно из-за легкого протекания болезни. Еще около 1000 жителей Нижегородской области находятся в больницах. На сегодняшний день для приема больных с коронавирусной инфекцией в регионе открыто и зарезервировано более 5600 коек в 37 медицинских организациях. Почти 2500 коек оснащены кислородом. Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ. Все эти показатели превышают установленные нормативы. В связи со снижением загруженности коечного фонда для больных коронавирусом началась работа по переводу свободных коек в штатный режим, согласно рекомендациям Минздрава России, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. При этом почти 20 тысяч пациентов уже полностью выздоровели и выписаны из больниц. Скончались от коронавирусной инфекции 379 нижегородцев. По состоянию на 30 июля в Сарове зафиксировано 925. Это плюс 19 за последние сутки в случае возражения коронавирусом. 653 человека выздоровели, умерли четверо. 31 саровчанин госпитализирован в КБ номер 50. Из них 26 в средней степени тяжести. Три человека лечатся в Помц. Там один человек в тяжелом состоянии. 207 человек на карантине. Проведено 384 исследования. В Госдуме поддержали идею продлить единовременную денежную выплату от Пенсионного фонда России в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Депутат Михаил Тарасенко отметил, что эти деньги пригодятся для подготовки школьников к учебному году. В группах «Канал-16» в социальных сетях мы спросили, горожан поддерживают ли они предложение о третьей выплате на ребенка. Большинство высказались «за». 24% считают, что нужно дать денег на каждого ребенка до 18 лет, а не только до 16, как раньше. Не поддерживают 3%. Безразличны к этому вопросу 5%. Детская школа искусства обновила оборудование к новому учебному году. За счет средств в рамках нацпроекта «Культура» закуплены и доставлены новые гитары, вибрафон, скрипка, аккордеон и саксофон. Ожидается поставка рояля. Обновлен библиотечный фонд. Все новое оборудование будет доступно воспитанникам уже с 1 сентября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Справки для водительских удостоверений продолжат оформлять по действующим правилам до конца этого года. Как минимум. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Напомним, прошлой осенью сообщество автолюбителей всколыкнуло новость о том, что власти планируют добавить к привычным осмотрам дополнительные и весьма дорогостоящие обследования на склонность человека к наркомании и алкоголизму. В Минздраве даже успели подписать соответствующий приказ. Однако это решение вызвало настолько серьезный резонанс, что вскоре даже президент раскритиковал министерство. Вступление в силу новых правил отложили на неопределенный срок. Волонтеры помогут собрать ребят к новому учебному году. В Сарове стартовала традиционная благотворительная акция «С миру по листочку». Из-за непростой эпидемиологической обстановки сбор денег организаторы решили перевести в онлайн. Все, кто хочет помочь детям, семьи которых оказались в тяжелой жизненной ситуации, могут перевести пожертвования через платформу «Я соберу». Средства потратят на покупку канцелярских принадлежностей, одежду и обувь. Библиотека имени Маяковского приглашает саровчан на новую выставку «Слети к нам тихий вечер на мирные поля», посвященную 145-летию со дня рождения Мстислава Добужинского. Горожане смогут своими глазами увидеть оригиналы и фоксимильные воспроизведения издания начала XX века, оформленные Добужинским. В том числе первую работу художника в качестве книжного иллюстратора. Выставка начнет работать в музее книги с 5 августа. В ночь с 29 на 30 июля в Сарове на перекрестке улиц Гоголя и Московская произошла авария. Лада влетела в световую опору. Жертвами ДТП стали двое молодых людей – водитель и пассажирка отечественного автомобиля. В ночь с 29 на 30 июля на перекрестке Московской и Гоголя произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в столб. В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте. В настоящее время материал проверки находится в нашем следственном отделе. Все мероприятия по установлению причин данного ДТП будут выполнены, установлены. Я думаю, что по окончании будут вынесены соответствующие порциальные решения. В настоящее время говорить о причине данного дорожно-трастного происшествия пока преждевременно. Никита Дворецкий приехал на место происшествия, услышав у себя в гараже звуки аварии. Он стал свидетелем, как увозили тела погибших. Мы с другом решили сюда подъехать, посмотреть. Подъехали, машина уже валялась. Уже перевернули ее на колеса. Спросили, у знакомых стояли, они сказали, что все, насквозь. Потом у мальчика, у водителя подъехала сестра, по-моему. И она подошла к скорой, где он лежал. И я уже просто услышал, что она плачет и кричит Артема. Сотрудники правопорядка в очередной раз напоминают саровчанам соблюдать скоростной режим и быть бдительными на дорогах. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 30 июля тыловики МВД, сотрудники хозяйственной службы, отмечают профессиональный праздник. Они не сидят каждый день в засаде и не преследуют преступников. Но без них встала бы вся работа ведомства. Они обеспечивают оперативников всем необходимым, начиная от канцелярских товаров и заканчивая вооружением и боеприпасами оперативных подразделений. О тех, кто несет службу в тылу МВД России по ЗАТО Саров, расскажем далее. На службу в полицию Светлана Бирюкова пришла два года назад на должность специалиста отделения тылового обеспечения. Работать здесь женщина мечтала с детства. Закончив 11 классов, девушка поступила в Нижегородскую правовую академию. А после пришла работать в Саровский военкомат. Проработав там несколько лет, Светлана все же поняла, что хочет носить форму полицейского. Я со школы мечтала, что я буду служить на благо своей родины, на преступных посягательствах. И так вот получилось, что со временем я все равно к этому пришла. То есть все-таки школьные мечты, они, как правило, в скором времени сбываются. Снаблить коллег необходимым форменным обмундированием, осуществить капитальный ремонт здания, обеспечить полицию всеми видами связи, работу автотранспорта, медицинское обслуживание, пожарную безопасность – это всего лишь малая часть работы, которую выполняет Светлана. Служить, действительно, это непростая задача в наше время в силу каких-то определенных обстоятельств, сейчас и жизненных обстоятельств, да, там, со сложившейся такой обстановкой. Но это как-то, наоборот, повышает какой-то внутренний, вырабатывает силу духу, что ли, как-то вот так, что ты и в тяжелое, например, для России так же время, ты все равно ходишь на службу, ты выполняешь свои задачи, и ты как будто от этого испытываешь все равно какое-то определенное удовлетворение, что ты не зря сюда пришел. 30 июля сотрудники тыловых подразделений МВД России отмечают свой профессиональный праздник. Хочется поздравить всех с этим праздником, пожелать здоровья сотрудникам, семьям, успехов в работе и благополучия, и карьерного роста. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Желаем легкой службы, бодрости, духа и оптимизма. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Вышел в свет третий сборник из цикла «Дети войны». Это книга продолжения предыдущих изданий Саровской городской общественной организации с одноименным названием. В новом издании собрано воспоминания саровчан, которых Великая Отечественная война застала детьми, а также статьи о героях Советского Союза, чьи судьбы были связаны с Саровом, и истории об ушедших на фронт саровчанах. Они помнят все, что с ними происходило в военные годы. Они помнят и нам не дают забыть о молчаливом подвиге непосильной работы в тылу, о голоде, о печальных вестях и, конечно, о победе. Историю Второй мировой войны нам преподносят те, кто был ребенком и пережил все тяготы военных лет. Сегодня их воспоминания можно прочитать уже в третьем сборнике очерков «Дети войны» и «Великой победы», которую общественная организация «Дети войны» посвятила 75-летию победы. В этом сборнике помещены воспоминания 36 авторов. Все они – саровчане, которые жили и живут в нашем городе. Когда мы сделали клич «Пожалуйста, давайте свои воспоминания в нашу книгу», народ уже стал звонить, как будто бы они уже ждали, у них уже были готовые и стихи, и воспоминания. Люди готовились, как будто бы сердце чувствовало. Над книгой работали около 10 человек – редакторы, верстальщики, печатники и другие. Большой вклад в разработку книги внес Герман Федорович Иолев. Он вложил в издание этой книги очень много сил и энергии. Можно сказать, что ни один из трех сборников не вышел бы, если бы не Герман Федорович Иолев. Вот я ему очень благодарна, потому что всю компьютерную обработку, работу над этими сборниками была как раз сделана именно Герман Федоровичем Иолевым. Сборник можно найти в городских, школьных, студенческих библиотеках, а также на полках в городских музеях. Посмотреть книгу можно и на официальном сайте «Дети войны» в разделе книги. 3 августа в Сарове начинает работу региональный проект «Дворовая практика». На восьми площадках школьники города смогут принять участие в различных спортивных состязаниях, мастер-классах, конкурсах, выучить уличные и исторические танцы. В этом году на всех площадках будут соблюдать особый санитарный режим. Дворовые площадки этим летом все-таки откроют. Уже 3 августа ребята вновь встретятся с своими друзьями, любимыми педагогами. Ежедневно по будням с 14 до 17 часов школьников, которые на лето остались в городе, будут ждать на восьми площадках в разных местах города. На Куйбышево-3. Это та площадка, где мы сейчас находимся. И местные жители ее знают как хоккейная коробка «Сокол». Это 10-я школа, стадион 10-й школы. Это стадион школы номер 16. Это гимназия номер 2. Это московская 25. На юности 31. И Казамазово 10. С 12 августа откроется еще одна, 9-я площадка на Павлика Морозова. Там будет работать тренер из тренажерного зала. Согласно указу губернатора, на площадке может находиться не более 7 детей, поэтому всех посетителей будут максимально разводить по разным уголкам. Если раньше педагоги устраивали игры на сплочение, то в этом году наоборот будут ребят разобщать. Школьники поиграют в бадминтон, настольный теннис, позанимаются на турниках с мячами и скакалками. В 2 часа педагоги и студенты выходят на площадки, и примерно в течение 45 минут будет идти какая-то игровая деятельность. Дальше 15 минут отводится на то, чтобы обработать реквизит. То есть это обязательное условие, которое есть для нас, и мы его будем выполнять. Также так будет происходить в течение 3 часов. Когда инвентарь будет приноситься в клубы, естественно, это тоже определенная обработка. Там он уже замачивается на ночь, и утром он уже готов к использованию. Сами педагоги будут в масках, детям маски не обязательны. Всем сотрудникам предварительно сделают тест на коронавирусную инфекцию. На входе на площадку организуют фильтр, детям будут измерять температуру, при наличии признаков респираторного заболевания отправят домой. Самочувствие педагогов также проконтролируют. Ширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова